Всем привет, уважаемые любители, сегодня такие шахматы, с вами Халтушковский, сегодня мы с вами разберем партию двух супергресс-мастеров Ведита Сантоша Гюргаси и Федосеева Владимира. Эта партия состоялась в турнире Fidel Grand Prix в 2022 году в городе Белград. Поехали. Федосеев играл черным цветом, Ведит играл белым. И белые стартовали первым ходом D2-D4 с центральной пешкой, черным ответили конь F6, C4, E6, конь С3, слон B4, Ферзь С2. И на доске образовалась немца-индийская защита с вариантом Ферзь С2. Черные ушли в рокировку и белые здесь напали на черного слона на B4. Также они здесь ему уже задают какие-то документики, да, типа, если они отходят на E7, да, допустим, то уже E4 будет прорыв и у белых будет центр. Если слона 5, то просто B4, слон B6 и C5. И оказывается, то черный не остается ничего, как ими того, чтобы побить просто этого коня на поле C3. Иначе у них просто будет плохая позиция или вообще они останутся без фигуры. И вот они переходят в другой вариант с ходом B6. Также здесь был ход D5 сразу, да, не давая белым продвинуться. Вот E3 дальше. Здесь уже где-то B6. Вот, взяли-взяли. И конь F3. Также здесь есть конь E2 и конь F4 вариант. Но мы его рассмотреть сейчас не будем. Вот, просто говорю, что был здесь такой и вариант тоже. Вот, большая сигарет у черные. Хотят уже своего черного слона вывести на поле B7, чтобы контролировал вот эту вот диагональ. Точнее, не диагональ. Да, ну вы поняли. Вот. Сон G5. Взяли белые, связывая коня и ферзя черных, держа под связкой. И здесь белые потихоньку построили ежа. Вот черные вводят свою ладью на более активную линию, чтобы контролировать крылья белых при случае тоже связочкой. И здесь белые нападают на черную ладью ходом слона B5, вводя его с темпом так же. И черные так же защищаются и отвечают белым с нападом только уже на белого ферзя, а не на черную ладью. Ходом C6. Здесь черные, ой, здесь белые отходят единственным ходом слона H4, который дает перевес конь D7. Черные вводят свои фигурки потихонечку, защищая при этом коня на поле F6 как-то. Если они хотят уйти ферзем, потому что если бы, например, черный сырали какой-то, сделали ход ЛДЕ6, да, или даже ЖА6, или даже увели ферзя, то просто здесь слон F6 и уже пешечная структура просто падает. А на конь D7 уже такого нету, потому что, ну, допустим, ЛДЕ1, ферзе7, слона F6 и коня F6 уже ничего не падает у черных, не разваливается. Поэтому конь D7 сырали черные и также вывели своего коня в бой. Где-то при случае уже хотят C5 сыграть. Здесь были варианты ЛДЕ1 с прорывом B4, также вот B4, B5. Такой вариант получается, да, мы здесь бьем и играем где-то уже B4 или коней 2, а 2-0. И здесь также был вариант ферзь C7, слон F6, GF и просто ЛДЕ1. Но здесь пошли черные, конь БДЕ7, конь Е2 пошли белые. Да, здесь также был вариант слон C6, но это плохой вариант за счет ЛДЕ8, и мы просто с вами все без слона белые остается. Так вот ловушечка небольшая, черные создали еще этим ходом. Так что конь Е2 только пошли белые, единственный ход. И также из-под церкви они уходят, А6. Сдают документики черные белому слону на поле G5, да. Ну и если понятное дело, если он бьет, то просто позиция у черных конфетка. Они хорошего слона белые поменяли на такого себе коня у черного. И здесь уже у черных прям малина начинается. Уже не могут ферзья надошать, поставить ЛДЕ на C8 и C5 свой продвинуть. Им уже ничего не помешает. Поэтому слон на Ани убрали на одну клеточку, чтобы сохранить эту вот связку неприятную черным. И здесь черные играют слон А6, да. Если, например, белые уйдут в 2-0, то просто останутся без коня на поле Е2. Или в 3-0, а также такая же история. Так вот угроз создает небольшую. Черные, здесь слон Д1 играет белый. Ферзь Е7. Слон Ф2. Вот Ферзь Е7 такой ход интересный. Потому что если на С6 побьем, то просто на Е3 бьем. И оказывается то, что позиция просто развалилась. Убил. Потому что пешка на Д4 уже висит из-за связки. Да. Потом слон Э2 единственный у нас ход. И здесь уже просто идут добивающие хода. Вот слон Ж5. А потом на пешку Ж2. И на коне Е2. Да, здесь прям позиция уже плохая. Поэтому нельзя пить пешку на С6. А надо прежде ее защитить пешку на Е3. С5 провели черные. Ладь С8 поставили. И коня при группировали с поля Д на поле С6. Конь С3 поставили белый. И здесь белые. Б3 походили. Такой такой амфилактичный ход сделали. Чтобы коня на С4 не допустить черного. Так же здесь был ход интересный. И сильный слон А4. Получается мы прогнем черную ладью. Но мы даем же стать черному коню на поле С4. Но здесь мы уже просто потихоньку проводим план свой с надвижением пешек. Ж5, Х5. И здесь черные просто тупо нам ничего не могут сделать. Но Б3 сыграли белые. Поставили ладью на С1. Улучшают местоположение своих фигур. Белые. Черные топтятся на одном месте. Потому что позициям не позволяют атаковать. Ладья Е6 играют черные. ДС, БЦ. Коня на А4. И ладья С6. Казалось, у черных все сорослось. Но нет. Слон А4. Возвращаем слона на место. Конь Б7. Группик у черный. Слон С2. Белый. Ферсер А5. Ферсер А5. Коня А5. Ладья Д1. И Ж5. Слон Ж3. Уходят. Белые. Хотят уже слоны Е5. Поставить и слон С3. Улучшают слона. Хотят. Белые. Ладья Е6. Также здесь был вариант. Зачерных Д4 продвинуть. С вариантом также слона Ф5. Ладья С7. И взятие на Д4. Оставляя белых с лишней пешкой. Без никакой. Либо зачерных. Инициативы. Но этот вариант. Белые. Точнее. Да. Черные не увидели. Он был сильнее. Потому что сейчас просто черные решатся. Без всего. Ладья Е6. Слон Ф5. Играя белые. Здесь также был вариант ЛГБ1. С прывом Б4. Вот. Слон Ф5 и Б4. Но. Здесь. Белые решили. Найти здесь лакомый кусочек. В виде качества. И зря. Да. Перевес упал. Но все-таки. Четные стали тоже ошибаться. Вот слона Е5 поставили. Погублен на С3. Как я говорил. Четные. Тоже. Типа. Группируют своих коней. На активной позиции. Только конь на Б3. Ничьито не делает. Ничьито. Он не полезен. И черные хотят коня на 3 пульнуть. Но. Это не совсем. Уж. И. Такое вот. Развлечение за черных. Вот здесь. Также был вариант. Коголь G3. Введя своего коголя. Вот. Е5. Только этот ход. Да. Этот ход был лучше. За счет того. Что. Мы не отдаем своего хорошего слона полица 3. И. Также. При возможности. Можем пить пешку на Е5. Также. Ладьяш 8. Также был. Да. И просто бы оставались хорошие позиции. Но. Они здесь побили. Побили. Это ж. Классика. Да. У них там уже было мало времени. Оставалось. Вот. Слоны. Переиграют. Белые. Точнее. Это был самый лучший вариант. Да. Просто на позицию. Которые. Начинальный период. Слона. Белые. Поставить. На место. Снова. Так. Компьютер предлагает. Но. Здесь. Ладьяш 8. Последовало. Ладьяш 7. Начались шахи. Набивка времени. Чтобы. У них было. Крольж 8. Игорь. Черный. Только этот вариант. Ставал ничью. Здесь уже ничья. Ребят. Это косяк. Ведита. Этот ход делал ничью. Если бы. Просто. Тупо. Черные. Вот так вот. Ходили. Вот. Это было бы просто повторение ходов. Вот такое. Но. Здесь черные. Так. Не пошли. Они здесь пошли. Король Ли 8. И уже. У них провина за счет хода А4. И оказывается то. Что они своего слона уводят из-под защиты пешки Д3. Черные. И здесь просто. Белые все пешки собирают. Одной за другой. Таким образом. Реализовывают перевес. И так же. Они сделали последнюю тактику. Как весело. Ладьяца 7. Несу по 7. Не ладья по 7. Хотя это тоже был такой вариант. Вот. И он делал ничью. Кстати. Ну. Да. Потому что ладья на С2. Отзыващена. И ладья Ц5. Четко подметив ошибку. Федосеева. И здесь Федосеев. На. 54. Признался. Побежденным. Вот такой вот. Обзор получился. Ребятка. Ребятки. Да. Если хотите побольше таких обзоров. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А с вами же был я. Михаил Жуковский. Как всегда. С вами не прощаюсь. Всем. Адьос. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.